МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 17 часов. И значит, мы с Саней готовы продолжать с вами интересный интерактивчик. И сегодня кто побил твиттер-рекорд Обамы? Трекер стрессу. Стрессовый трекер. Много подарков, один вопрос и целых два победителя. А еще села еще с бамбуку. Про это будем спілкуваться. И я пропоную сейчас сразу до рекордов прийти. Перед тем, как лайк, буду оголошивать викторину, да, зазначать вопросы, вы очень важны должны быть, должны узнать еще наступную информацию. Помните, мы с вами говорили о том, что вовсе недавно был установлен твиттер-рекорд. И установил его сам Обама, который зарегистрировался. И там было некое количество подписчиков сумасшедшее. Ну, а за годами больше трех миллионов, если не появляется. Так вот, теперь есть аккаунт Кейтлин Дженнер, который получил всего за 4 часа и 4 минуты 1 миллион фолловеров. А это означает, что он побил в пух и прах до этого установленный рекорд Обамы. Так, ну а далее начинается справедливая Санта-Барбара, потому что Кейтлин Дженнер до нечедавнего часа была Брюсом Дженнером, а он же Витчим Ким Кардашьян. И теперь просто мозг ломается на несколько складовых, потому что теперь нужно пригодить, кто таки Витчим, кто таки Кардашьян, кто таки Кейтлин, кто таки Брюс. Ну а теперь мы точно знаем, что у Ким Кардашьян появилась конкурентка, которая забивает ее славу вот так. А до речи, фотосет сделала Энни Лейбовиц. И тем временем, мы там говорили про стрессовый трекер, так вот про него можно узнать все больше, нарешті. Окрім у всяких смарт-гаджетов, которые вешаются на шею, можно еще повешать, звичайно, на ваши руки, и они будут не только дослеживать ваш стан, но и еще и стрессовые ситуации. За таки, потому что они вивчают ваш пульс, они сможете реагировать на то, как вы тем или иным выглядом воспринимаете информацию. И этот девайс называется Well-B. Действительно, он отслеживает стрессовые ситуации человека методом повышенного пота, а также еще и скоростного пульса. Но приложение синхронизируется также и с календарем пользователя, анализирует, в каких ситуациях, в какие дни, в какие именно минуты происходила стрессовая ситуация. Есть один такой маленький нюанс. Пока что еще приложение не может выявить, стресс был от хорошей новости или же действительно от чего-то неприятного или неплохого. И в любом случае, этот додаток, точнее, прослед, поможет вам заспокойтесь, потому что он будет волать, аллерговать, заспокойся, дыши ревно, дыши глубже и так далее. И або же там занимайся медитацией. Да, и команда, они планируют сейчас собрать 100 тысяч долларов. И назбирали там деякую сумму, и тому будут выпускать с часом. Тим часом на Балли з'явилися футуристичные селочи, сделанные выключено с бамбуку. Это надзвучайно красиво, это надзвучайно экологично. И почему это делается? Потому что, если говорить о бамбук, то он настолько твердый и мощный, что можно поревнять его с... Камнем. Ну, не то, что камнем, но, например, как он там называется? Кирпичом, бетоном. Бетон, так, бетон, залезом. В любом случае, это действительно, ты правильно сказал, намного экологично, но не только экологично, так же еще и дешево. Это супер-экопродукт. Кстати, вот команда, которая занимается постройкой подобного такой сельской местности, команда под названием Ибуку. Бамбуки из Ибуку. И, короче, нею занимается дизайнер одягу Элла Рихарди. И как раз она намалювала эти будиночки, и их проводят, как сказать, за 5 лет работы, то они уже набудовали 50 футуристических домов. И заселяют, и заселяют, и, похоже, даже школу будут выпускать. Вот, кстати, нет, они уже построили целое село под названием Green Village и также школу Green School. Заняется всем эко-окружением. Ну, можно сказать, что это таки соби не рай в шалаши, а рай в бамбуке. Добре. А просто сейчас поповню и запас нестандартных решений и бобичных идей. Отповедай на легкое запитание Викторины, выгравай новые кавово-кокусовые подарунки видны с кафе 3 в одному у стартап-шоу на М1. Вот так и само время сейчас это начинать уже делать, потому что вопрос готов. Он совершенно легкий, поверьте мне. Итак, что такое нормкор? Первый вариант – нормальный корреспондент. Второй вариант – стиль одежды. Или же третий вариант – нормальный хардкор. Если вы правильно ответите на этот вопрос, все то, что стоит сейчас на нашем столе, будет вскоре украшать ваши домашние кухни и приносить уют в ваши домашние помещения. От нас, между прочим. Так, тем часом, прогадываем, что у нас сегодня интересного отбывалось. Мы сегодня спілковались с основным это стартаперами, которые заснували арт-платформу, а сами с Юлией Скрипкой. Это очень много преимуществ, потому что это, в первую очередь, парковка, которой предостаточно. Второе – это очень большая сама по себе территория. То есть с каждым фестивалем, с каждым новым ивентом и вообще с каждым днем мы пытаемся делать все еще больше, больше продвигаясь по всей территории. Зеленая трава, все удобства, чистые туалеты, клининг, нету мусора, это пуфы, шезлонги, столы, стулья. Все максимально так, чтобы достаточно было для людей, чтобы был отдых комфортный. Мы с вами, как всегда, взламывали черепную коробку нашим звездам и узнавали, что такое норм-кор. Нормальный корень уравнения, которым... Математического уравнения, повторюсь еще раз... Определяет душевное состояние человека. Равняется двум. Приходит папик с работы. Видно, он шокирован, да? То есть, как бы, видно, что у него стресс, ну, во всяком случае, по лицу. Девается, Наташа на тарелке скажет, ну, ничего, крошка, норм-корм. То есть, это когда ты внешне вот такой вот весь, как бы, да? Ты съел это и норм-корм. Но внутри зато ты, как бы, держишься, что называется, норм. У тебя внутри все норм. Самое время, наверное, прощаться. Так не хочется просто. Ладно, ладно, ну, чего вы переживаете? Да не плачьте, мы уже видим, вы уже плачете. Не переживайте. Вы этого, молодого человека, видите уже завтра в 2 часа, а потом в 3, а потом в 4 и в 5. Он вам ухрана на вес. Он так переживает, что завтра мы снова с вами и встретимся на старт-ап-шоу. Дивите в 14-й. Будьте с нами. Bye-bye.